Дети, тети, языки, здрасте. Ну, чтобы больничный проходил хорошо, то было решено, решено то, чтобы не валяться, не плакать в подушку, а как-то развлекаться. То есть все, что можно перечитать, перечитали по ночам, когда не спишь. Ну, помимо того, что еще развиваться надо как-то. То, что сейчас кадры, которые увидите, они могут вызвать неприятные ассоциации, так что пока не кушайте, видео будет быстрым, так что начнем. Вот первые кадры открытия сего Дива. Но перед началом ролика хотелось бы порекомендовать один канал. Он так интересно называется, Дневник Самоделкина. Вот он сам, хозяин канала, детька Андрушка. Интересный сельский канал, там вот ежедневный влог. Ну, в общем, жизнь в селе. Всякая мелочок, что он там ремонтирует, строит, готовит. Ну, в общем, интересный канал. Кому интересно, подписываемся, не стесняемся. Ну, поехали дальше к нашим кадрам. От чего умирают ноутбуки? Как он? Видно уже от чего? Спрятался в ванной, чтобы не разбежались они по квартире, потому что у нас в квартире-то их нету. Это не наш ноутбук. Ну, уже страшно. Красавцы. Ноутбук не запускается, все. Сейчас откручиваем, поднимем крышечку, посмотрим. Сидит. Позирует. Товарищи квартиранты. Вон, сколько их там. И сидели до последнего. Опа, опа, опа. Шухер. Шмакодевок, сколько. Переживают, что-то нервничают. Разбегались. Ну что, сейчас будем их убирать. Это уже надо без вас, потому что товарищи защитники тараканов будут возмущаться. Ну, после чего решил все-таки все это дело как-то разобрать, помыть, почистить. Поэтому все почистили, помыли. Кое-какие детали еще надо дотереть. Это нижние эти. Там вообще нижнюю часть постирал полностью. Сейчас найти причину, почему же он не работает. Подключаем лабораторник наш, который подключим сейчас лабораторник сюда и будем проверять, тестировать. Подбирал пока разъемы. Классная штука. Вместе с ним заказал все разъемчики. Какие хош есть. Ладно, сейчас подключу, будем проверять, что у нас есть, чего нету. Ну что, лабораторник у нас 19, ампераж никакой нет, не потребляется. Кнопочку подключил. Вроде бы так. Индикаций никаких, на кнопке индикации нету. То есть, клацаешь, и оно ничего не включается. Сейчас тогда проверим, есть ли у нас напряжение. Давайте я вас установлю. Ну, ну если взять, что нас там интересует, вам будет видно. Ну и на массу, ну питание у нас есть. Там 18-19 вольт, заходит, все как положено. 19, все есть. Еще у нас по 5 вольт есть, 3,3 есть. Так, все тут, все тут у нас как бы имеется. Тут он 19 вольт. В общем, ковырялся я, ковырялся, проверял все везде, что можно и что нельзя. И в итоге у нас получается на кнопку, на кнопку у нас приходит 3,3, да? Вот она у нас заходит. Тут его нигде не наблюдается вообще. Перевернуть нашу кнопку. То есть у нас выход идет сюда. А, тут нигде нету этих 3,3 вольта. Давайте попробуем это. Поменяем шлейф. Вот интересно сделали, что тут оно неразборное. Неразборное, и пришлось вытаскивать и заправлять просто так. Так, что, сразу проверим, наверное, кнопкой, не будем проверять напряжение, потому что напряжения у нас там и не будет. То есть закинули его под микроскоп, видно, что у нас не будет никаких напряжений. То есть все эти контакты, они просто переломаны. И все, из-за этого люди вот так хотели выбросить. Ну, мы его почистили, отремонтируем, и у Катьки будет свой ноутбук. Как-то так. Практически все, от начала до конца порвало. Вот как раз вот эти два контакта, которые нам нужны были. Вот они и оторваны вообще в хлам. Ну, а что там, алюмишка фольгированная? Что ей там порвать стоит? Она перегнута в этом месте. Сильно перегнута была. Как бы складочки такие, ну, соответственно, порвали. Так, ну что, подключили. Вроде бы все подключили. Так, а ну-ка, сколько она будет потреблять. Пошла нагрузка, загорелись все индикации. У нас появилась картинка. Ну, клавиатура не подключена. Так что, все, результата добились. Проблема всего лишь была в этом шлейфике. Видно, теперь индикация везде есть. То есть и тут, и тут все работает. Ну, вентилятор еще не включился, потому что еще ничего не нагрелось. Пошел запуск винды. Так что, нам осталось Акатьке клавиатуру сделать. Ну, и, возможно, батарею на него купить. Добро пожаловать. Windows 7 стоит. За неимением ничего и это пойдете. Ура, товарищи, заработал. Все, такой простенький ремонт. Вроде бы, с казавшейся проблемой. Все. Всем спасибо. Всем до свидания. Самое главное, не болейте. Ну, и по скриптум. Все напряжения есть, а беда не ушла. Поэтому все это легко можно найти, обнаружить. То есть, нужно просто посидеть. Да, у меня времени ушло немало. Сидел, ковырялся, пытался найти. Схему, ну, в этой материнской плате не нашел. Быстрее прошел это. Найти причину получилось, чем сидеть это, искать. Ну, надо, кто знает, какие есть сайты или какие есть, это, приложения, где находятся материнские платы. Скиньте в описании, куда можно зайти, чтобы можно было, например, посмотреть, откуда питание идет, на какой камешек, на какой транзистор, что, зачем, сколько вольт должно быть. То есть, если кто знает такое, то киньте в описании, чтобы можно было зайти и пошариться там именно. Ну, как, для развития, саморазвития. Все, всем спасибо. До свидания. А, ну да, что прошу, потому что, ну, я ж-то не мастер по ремонту всей этой техники, я только учусь. Поэтому, ну, кому не сложно, подкиньте, пожалуйста, сайт, ссылочку или приложение для телефона, чтобы можно было все это искать, полегче было в ремонте.